Всем привет дорогие друзья и начну я свой выпуск с вот такой вот болтовни. Кому будет не интересно, на экране появится ссылочка с тайм-кодом, на которую вы нажмете и вас перекинет на тот момент, где я собственно расскажу про самод. Начинаю так вот по двум причинам. Первым из которых стало то, что у меня на канале теперь целых 2000 подписчиков и это поверьте мне немало и я вам конечно благодарен и в честь этого я даже проведу небольшой инвент пвп на карте, в которой мы строили с мистиком и вот я вас приглашаю. Все что вам надо это оставить свой скайп в комментариях под этим видео. Заявка должна быть такая. Первая строчка ваш скайп, вторая строчка ваш ник и третья строчка ник вашего друга. Почему друга? Потому что вы должны быть двое, то есть у вас должна быть команда. Не один вы должны будете прийти, а у вас должна быть команда, то есть два человека, чтобы вы были сплоченные, чтобы ну как бы было интересней. Поскольку двух разных людей, не знающих друг друга, я ну брать не буду. И когда я проведу этот инвент, я еще сам даже не знаю, как получится, по времени, по возможности, а так вот я вас приглашаю, пишите, буду рассматривать ваши заявки. Вторая такая вот новость, нет, не новость. Ну короче, вторая фишка будет в том, что так уж совпал, что мой последний обзор модов совпал с обзором мода Бендера, то есть некрасиво получилось. И ребят, честно скажу, я моды ищу сам, то есть я не знал, что у Бендера есть этот мод, ну и так получилось, что просто совпали. То есть я не намерен ходить к каждому обзорщику модов и смотреть, какие у него моды были, ну это как минимум глупо. Так что, какой мод я нашел, такой мне понравился и я такой рассказал. Ну я в принципе вам благодарен, что вы не писали такие злостные комменты, типа украдено. Ну там было 2 или 3 коммента, но они незаметны на общем фоне. И я ожидал там кучи дизлайков, но все обошлось и на этом же благодарю вас. В принципе сейчас все будет обзор модов, мода, мода, которую я нашел. Наслаждайтесь. И вот это в принципе самый обещанный мод, называется он Flintlock Gun. И добавляет в игру он старожитное оружие. То есть вот такие вот наборы оружий. И давайте посмотрим, как они красуют, то есть посмотрим эти рецепты, чтобы потом рассказать о их действиях, как они стыдляют. Начнем с пистоля. Вот он красится, он вот таким образом понадобится кремень, 2 доски, железо, слиток, в принципе все очень просто и все понятно. Дальше у нас будет мушкет, который красится уже немножко по-другому. Для этого нам уже понадобится 3 железо, слитка, 1 доска, 1 доска, 1 кремень. Дальше у нас идет ливервер, который также требует 3 железа, 1 доску и 1 кремень. Есть еще такой Double Barrelet, то есть как бы я понял, двойной пистолет. Ну просто какой-то по-моему улучшенный пистолет. Для него также 2 железа, 2 доски и кремень. И есть еще один такой же пистолет, просто заряженный другими пульками, другими снарядами, снарядами в таке переговора. Ну в принципе сейчас вот начнем по порядку. Начнем мы давайте с пистолета. Крафт мы уже видели и нам надо его сначала зарядить. Заряжаем пульками, которые красятся вот таким вот образом. То есть переплавляем железо и получаем 4 пульки. Буду назвать их пульками пока. Заряжаем пистолет вот так вот и порох ложим. Получится пистолет. По-моему зарядить его второй раз не получится. Нет, не получится. То есть заряжаем один раз на один выстрел. Вот у нас наш пистолет. Давайте попробуем в кого-нибудь выстрелить. Можно перейти в креативный режим уже, думаю. Кто нашей целью будет? Давайте зомби, поскольку он наверное самый сильный из всех мобов. Ну как сильно, просто у него много хп. Откуда у него яйцо? Э, зомби, откуда яйцо? Ну ладно, в принципе, стреляем. Ложится он просто отлично. То есть... Куда тут? Что за... Что за бред? То есть улег он с первого раза. Это наверное учитывая то, что он горел. Ну, в принципе, сильный пистоль. То есть, отлично. И он вполне подойдет для того, чтобы кого-нибудь завалить. Дальше у нас идет мушкет. Как раз мы все видели. И давайте зарядим его. Только заряжается он уже немножко другим способом. Для этого нам понадобится порох. Даже два пороха и... Тоже самое пулька. Получается у нас мушкет. Думаю, эффективность всего будет не меньше, чем у пистолета. И... К себе в подопытные... Давайте уже возьму... Крипера. Насколько помню, у него 20 жизней. То есть, здесь и сердечек, как и у обычного человека. То есть... Сейчас мы его выстрелим. Стой, стой, стой. Куда? Твою ж за ногу, Крипер. Вот мы у него даже прицелимся. И... Уф. Отлично. Ложится он просто с первого раза. Как... Вообще убойная пушка просто. И я думаю, если его на серв поставить, то... Победитель тот, кто попал. То есть... Это просто убийственно. И, к сожалению, у меня нету никого, на ком бы я мог проверить эффективность пушки. Когда он будет с броней. Пистоль вот у нас уже был. Также леварвер. Особенность леварвера в том, что... Заряжать его можно несколько раз. То есть, давайте... Задим его 4 раза. Вот так вот. И можно его вот так вот заряжать. Ложим ещё раз. Заряжаем, заряжаем, заряжаем. Вот так мы его зарядили. И заряжать его можно 6 раз. Но... Давайте... Сейчас. Понаставим себе целей. Строим небольшой вот такой вот тир. И посмотрим, смогу ли я их всех... Так. Что-то он не упал. Ну, в принципе. Так, так и так. Всё отлично. Только чё-то первый раз не упал. Я не знаю, чё он там... Читер какой-то там... Там вообще использовал читы. Так что я так с ним не играю. На тебе. Забирай. Так. И что там у нас ещё осталось? Осталось у нас такой вот дабл пистолет. Ставим. И особенность его, по-моему, в том, что заряжается он 2 раза. То есть... Как леварвер, только чуть-чуть хуже. Ну, не знаю. Не вижу смысла крафтить вот такой вот пистолет. Поскольку есть у нас леварвер. И снова же проверим его эффективность. То есть ставим ещё одного зомби. Даже двух. Поскольку у нас два выстрела. И берём такой пистолет. Тыщ. Тыщ. Всё отлично. То есть мы убедились, что он стреляет 2 раза. Также вот я не сказал... Нет, точнее я сказал про картечь. Но я забыл, что его можно заряжать и в обычный пистолет. То есть... Вернём обычный наш пистолет. И возьмём заряжать. Точно так же, только не пульками, а картечью. Картечь я показывал. Нет, что красится она вот таким вот образом. Где наша картечь? Вот она. То есть нам понадобится обычная пуля и шерсть. Любая вообще, любого цвета, любой консистенции. И заряжается она вместо пулек. И будет она, по сути, чуть-чуть эффективнее. Но всё равно мы видели, что... Псик-псик. Псик. Блин. Вот это засада. Ладно, предстоит тебя убить. Красть... Буф. И ложится он так же с первого раза. Но... Картечь, как я понял, она разлетается. И, наверное, она должна поражать... То есть не одного зомби, а там двух, допустим, рядом стоящих. То есть давайте... Сейчас... Скелетов даже запамню. Они, по-моему, сейчас должны... Я что, не в креативе? Вот облом, а. Так. Ну ладно, запамим ещё зомби. Ещё одно зомби. Зарядим вот это всё дело... Нет, я тут не могу зарядить. Сейчас отойдём. Зарядим всё это дело вот... Картечью. И... Посмотрим, убьёт же оно их... Ну их... Кстати, по ружьё тоже, по-моему, можно заряжать картечью. Нет, нельзя. Ошибка. Его только простыми пульками и возьмём пистоль. Так же... Так же... Да, двойной... С двумя выстрелами пистоль можно заряжать. Так что... Нет, его только один раз тогда картечью. Ну, короче, вот такой вот расклад получился. Сам что-то новое узнал. То есть у нас тут заряжена картечью и... Нет. Убивает только... Убивает только одного зомби. И... Почему-то я сейчас только... Вот сейчас до меня дошло, что дабы пистолета заряжал. Я один раз, а стреляет он два раза. То есть, по сути, тоже выгодная вещь. Но всё-таки я хочу сделать ещё один выстрел. С нашего мушкета. И... В принципе, заканчивать выпуск. Выстрелил я по скелету. Давайте проезжем также дальность. Дальность у нас составляет, допустим... Сейчас от меня до скелета дальность 20 метров. Делаем выстрел. И спокойно ложится скелет. Ну, как я уже говорил, что недостаток, что нету никаких эффектов. То есть, там ни пульки не видно этого, ничего. И, в принципе, на этом всё. И... Если я сейчас вот найду арену, то я вам покажу, как раз обещал в начале видео. И вот, в принципе, эта карта, которую мы делали. И вот сейчас я нахожусь на месте спавна. То есть, тут будет спавн. И... И если будет, конечно, сплив, то вот тут вот игроки... Не игроки, а наблюдатели смогут спокойно ходить по стеклу. И наблюдать за самой игрой. Тут у нас, как бы, такая ложа, где будут сидеть наши гости специальные. То есть, тут они будут судить, смотреть. И тут есть вот такой вот рычажок, который, по сути, там, ну, в принципе, ничего не делает. Просто поднимает и опускает там перегородки, скажем так. То есть, вот у нас, в принципе, арена сама. Спуститься в неё можно только таким способом, но... Вы не сможете рушить стекло. Ну, это понятно. То есть, вот тут появляется у нас одна команда, с другой стороны другая. Мы откроем сундук. И вот наше снаряжение. У одного будет кольчужное, у второго золотая. И у нас будет сырая рыба. Которой мы будем драться. Рыба зачарована на откидывание второй степени. То есть, вы, ударив противника, будете просто его скидывать. Задача его, в принципе, очень простая. То есть, не умереть. Карта немножко недостроена. То есть, занимается моей разработкой. И, в принципе, задача ваша убить, столкнуть. То есть, по сути, надо убить. Что-то я уже повторяюсь. То есть, можно не просто вот так вот на этой драться. А, допустим, если я спрыгну так и ударю по ногам, то противник улетит довольно далеко. Если ему не провезет, то он просто упадет вниз и разобьется. И для него на этом игра закончится. Это командная игра будет. То есть, команда проиграла только тогда, когда два участника у нее выбыли или умерли просто. Также тут сделаем небольшую такую комнатку. Ну, там будут зелья. И вот, в принципе, все. Как я уже говорил, то есть, по возможности, с вами согласованы и с нами. Вы будете приглашены на арену. И будем воевать. В принципе, на этом все. Если вам понравились все видео, которые были до этого, то ставьте лайки, комментируйте. Также подписывайтесь на канал, чтобы я смог сделать какой-нибудь подарок вам, когда у меня будет 3000 подписчиков. На этом все. Всем добра и до новых встреч.